ну вы знаете зачастую я общаюсь с взрослыми с родителями различных возрастов родители этой 35 лет он уже тоже может быть родителем правильно у него уже может быть 17 18 летняя дочь там сам я вижу что умственные показатели родителей очень сильно отличаются то есть в худшую сторону от показателей детей и потом эти родители думают о том почему они не могут своим детям ничего рассказать да потому что нечего брать у родителей потому что дети взрослеют а взрослые не хотят взрослеть они остаются такими же детьми потому что они не хотят взрослеть они не хотят думать ни о чем Только деньги, только какие-то заботы, только какие-то домашние проблемы И то хамство, которое выливают дети на родителей Оно в какой-то мере, я не сторонник этого, но в какой-то мере оно оправдано Потому что они не видят в родителях тех людей, которые могут дать им какой-то ценный совет Потому что родители прожили бестолковую жизнь Бездуховную, неумную И когда они говорят о том, что это какая-то скучная корова в своей собственной матери То тогда получается, что? Кто не прав? Скучная мама, которая не росла, которая не развивалась Которая ничего не добивалась ни в духовном, ни в физическом, ни в каких планах У взрослых должна быть цель У взрослых должна быть идея У взрослых должно быть стремление к просветлению, к духовному росту Об этом многие говорили Но между тем что? А ничего? Все тоже пивко? Все те же посиделки? Слава богу, домино нет уже Все те же какие-то старые тетки? Раньше были молодые тетки, теперь старые тетки Поношенные, потрепанные, грязные, в зашитых колготах И что? И ничего Вот поэтому родители очень сильно разочаровывают детей Вот поэтому дети так себя ведут И когда вы видите какое-то, предположим, не детское, как вам кажется, отношение к вам То вы должны просто-напросто понимать одну вещь Любовь течет в одну сторону От родителей к детям Но не наоборот И для того, чтобы вы были авторитетом у своих детей Вы должны очень-очень много над собой работать На сегодня все Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!